Музыка Гордость Назарбаев университета – это самая прогрессивная академическая библиотека Казахстана. В ее стенах собрана самая большая в республике коллекция англоязычной литературы. Именно о библиотеке мы поговорим сегодня. Здравствуйте! Уникальный вуз, созданный по инициативе главы государства Назарбаева, уже стал национальным брендом. Здесь в аудиториях получает знания будущая элита Казахстана, а в научных лабораториях уже совершаются открытия, которые приносят первые плоды славы казахстанской науке. Все это стало возможным благодаря созданию руководством университета благоприятных условий для ребят, а это, в свою очередь, позволило воспитать у молодого поколения нацеленность на положительный результат, уверен в своих силах и энтузиазмах. Фонд нашей библиотеки состоит из книг по двум направлениям. Первое – это необходимые для студентов материалы, то есть книги академического направления. А второе – это исследовательские труды, предназначенные для научных центров. Нами ведется постоянная работа для того, чтобы обеспечить ребят необходимой литературой по каждому предмету. К примеру, студент составляет список необходимой ему литературы, а мы, в свою очередь, предоставляем его комитету библиотеки, и они принимают решения по приобретению книг. На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает 85 тысяч электронных материалов и порядка 60 тысяч книг. Одним из плюсов можно назвать и тот факт, что для студентов научных центров выписывается порядка 127 периодических изданий. Коллектив здесь тоже интернациональный. Наряду с профессиональными библиотекарями Казахстана и стран СНГ здесь работают специалисты из США и Великобритании. Робин Паттерсон, гражданка США, с переездом в Казахстан стала одним из специалистов университета, отвечающих за книги по инженерным специальностям. Кстати, с открытием в сентябре высшей школы бизнеса на ее хрупкие плечи ложится ответственность за отбор книг для данной школы. Моей главной обязанностью является отбор лучших трудов по инженерным специальностям. Это процесс не только трудоемкий, но и очень ответственный. Для этого необходимо не только ознакомиться с качеством издания, но и тщательно изучить рецензию книги. Как известно, Назарбаев университет имеет ряд стратегических партнеров, и оно распространяется на библиотеку. В частности, партнером является университет Висконсин Мэдисона. Я не владею официальной информацией, но как библиотекарь могу точно сказать об учебных заведениях, с которыми мы тесно сотрудничаем. К примеру, сотрудники университета Висконсин Мэдисона являются нашими частными гостями и помогают нам в плане того, чтобы фонд библиотеки соответствовал международным стандартам. К еще одним из партнеров можно отнести и университет Дюка. В 2011 году в университете активно работала делегация университета Висконсин Мэдисона. В составе делегации прибыла представитель университетской библиотеки, профессор библиотечного дела доктор Луиза Робинс. В рамках совместного проекта она и магистранты из ее класса предоставили списки необходимой литературы для открывающейся осени школы общественных и гуманитарных наук. Профессор Робинс также провела образовательный семинар по преподаванию информационной грамотности для сотрудников библиотеки Назарбаев университета. Еще одним из партнеров ВОЗа является университет Дюка, в фондах которой хранятся свыше 6 миллионов томов. Входят в первую десятку крупнейших библиотек частных исследовательских университетов США. Кроме того, в фондах хранятся 17,7 миллионов рукописей, более 1 миллиона документов и десятки тысяч фильмов и видеозаписей. Библиотечная система включает основной библиотечный комплекс имени Уильяма Перкинса и библиотеки Форда, юридическую библиотеку Гудсона и библиотеку медицинского центра. Сегодня библиотека Назарбаев университета не только соответствует своим партнерам, но и является самым оживленным в любое время суток местом в кампусе. Здесь можно читать, готовиться к урокам, пользоваться интернетом, смотреть фильмы и даже отдохнуть в перерывах между занятиями на уютных диванчиков. Библиотека автоматизирована. Получение и возврат книг и материалов осуществляется пользователем в пункте книговыдачи самостоятельно, без участия библиотекой, посредством пользовательской электронной ID-карты. Оборудование библиотеки соответствует мировым стандартам и, насколько мне известно, это одна из самых лучших библиотек в Средней Азии. Всегда здесь можно свободно найти книги, как на английском, так и на русском языках, которые мы используем в академических целях, не только используем для препровождения познавательного досуга. Атмосфера библиотеки очень учебная. Во-первых, я хотел сказать, что эта библиотека по сравнению с другими библиотеками очень высокотехнологична, очень хорошие аппараты, которые можно использовать помимо других. Во-вторых, в общем, есть книжки, которые нельзя найти в других библиотеках, то есть зарубежных авторов. Это вторая библиотека после университета Киме, которая на основе европейской модели. То есть у нас есть полки открытого доступа и на первом месте обслуживание пользователей именно сервис. И мы видим, что студенты сидят и работают до 10, приходят с утра. Как бы очень усидчивые, ну, как сказать, hardworking, мы говорим на английском, это работают очень усердно. С ростом числа пользователей компьютеров и интернета все большее количество людей начинает пользоваться электронными книгами. Первым проектом по созданию электронной библиотеки стал проект Гутенберг. В то же время число пользователей офлайновых библиотек снижается. Так за период 1997 и 2002 год количество посетителей снизилось более чем на 20%, а число пользователей электронных версий увеличилось на 350%. В связи с этим многие библиотеки начали создавать электронные версии, хранящихся в их фондах книг. В 1990 году библиотекой Конгресса США был начат проект «Память Америки». В рамках проекта предоставляется свободный и бесплатный доступ к электронным материалам по истории США. В 2002 году Google начинает собственный проект по оцифровке книг. В декабре 2004 года было объявлено начале работы библиотечного проекта Google Print, который в 2005 году был переименован в «Поиск книг Google». Назарбаев университет готов делиться своим опытом с другими высшими учебными заведениями Казахстана. Ведь именно на молодежь возложена задача укреплять страну и ввести ее к новым победам. Ведь именно от них зависит становление, развитие и процветание нового лидера Центральной Азии. А это зависит в первую очередь от знаний, полученных от первоисточника. Мы осознаем, что наш университет является своего рода уникальным и, можно сказать, единственным на постсоветском пространстве вузом мирового уровня. А это, в свою очередь, возлагает на нас определенную ответственность. Поэтому уже сегодня здесь стала доброй традицией проведения семинаров и мастер-классов для специалистов библиотечного дела. Это особенные студенты. Мне очень нравится с ним работать. Сразу чувствуются, они очень яркие, смышленные, схватывают все на лету. Как бы приятно работать. Чувствуется, что студенты, которые прошли конкурс, прежде чем поступить и быть зачисленными в ряды студентов Назарбаев университета. В данном университете есть очень много возможностей, чтобы получить знания. У нас есть прекрасная библиотека. У нас есть очень много мест для получения знаний. Также мы можем получать дополнительные знания, обращаясь к нашим тьютерам. Мне здесь очень нравится. И я хотела бы сказать, что Назарбаев университет – это, мне кажется, мечта каждого студента. Это отличная возможность остаться в своей стране и получить высококачественное образование, не уезжая из своей страны. Также являюсь патриотом Казахстана. Скорее всего, я углублюсь в исследованиях по инженерским, техническим наукам. Как-нибудь буду помогать стране. Результаты социальной модернизации, о которой мы говорим сегодня, зависят от вклада каждого гражданина. И библиотечное сообщество уже вносит свой вклад в достижение нового качества жизни. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин